Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим, как в программе Pint.net мы можем сделать заставку для вашего видеоролика. То есть это первый кадр, который будет высвечиваться в поисковых столбцах YouTube, например, по которому зритель сможет сразу же определить, надо ему смотреть ваше видео или нет. Итак, с чего начать? Я заранее сюда вывела картиночки, загрузила, которые мне понадобятся для того, чтобы сделать заставку. Начнем с того, что сделаем фон для нашей заставки. Нажимаем кнопку File, Создать и пишем размеры. 1280 на 720. 720. 720 – это ширина моего видео. Рекомендую и вам делать заставки по ширине вашего видео, чтобы потом не было черных полей. Вот, теперь на это поле мы будем наши картинки грузить. Например, вот эту. Сначала нужно ее выделить. Правка выделить. Правка выделить. Все. И теперь правка копировать. Переходим на фон. Правка. Вставить в новый слой. Нажимаем. Нам предлагают либо увеличить полотно до размеров этого портрета, либо сохранить размер полотна. Сохраняем размер полотна. А портрет будем уменьшать. И поместим ее в правый верхний угол. Ничего страшного, что ее можно растянуть. Вот так. Сохраняя пропорции. Ну, вот так, пожалуй, будет достаточно. Все. Убрать выделение. Ctrl D. Закончили работать с этим слоем номер 2. Теперь переходим на слой. Вот на эту картиночку. Тоже правка копировать. Правка выделить сначала, потом правка копировать. Опять возвращаемся на фон. Правка вставить в новый слой. Вставили. Вот у нас эта картиночка. Мы можем ее размещать туда, куда нам понравится. Но если мы сделаем так, как продолжение, пусть остается таким образом. И еще одну картиночку, которую нам нужно тоже скопировать. Возвращаемся на наше рабочее пространство. Правка. Вставить в новый слой. Вот у нас вставилась картинка в наш новый слой. Так, интересно. Не совсем обычно. Так, ну-ка, попробуем вернуться в слой номер 3. Правка выделить. Давайте переместим нашу картиночку вверх. Так будет привычнее она выглядеть. Вот так. А нижнюю картинку переходим на слой вот с этой картиночкой. И давайте тоже выделим его. И перенесем, например, сюда. Где будет веселее. Так. Ну, вот так. Оставим таким образом. Ctrl-D, чтобы снять выделение. И теперь давайте напишем текст. Чтобы написать текст, нам нужно создать еще один слой. Добавить новый слой. Переходим во вкладочку «Слои». Добавили новый слой. Нажимаем на клавишу «Текст инструментов». Курсором кликаем мышкой по курсору. И сейчас мы будем писать. Так. «Установка SSSSL сертификата». Так. Давайте подвинем нашу надпись. Ну и красный... Синий шрифт не очень выделяется. Давайте возьмем красный. Можно темный попробовать. Нет, пожалуй, пусть остается ярко-красный. Так. Вот по поводу шрифта. «Установка SSL сертификата». А давайте построже сделаем шрифт. О! «ССССР» вообще не читается. Да. Интересно. Ну вот так. «Установка SSL сертификата». Размер подгоняем 84. Ну-ка, давайте сдвинем на наш фон. Ничего страшного. На портрет. От этого портрета у нас не страдает. Наоборот, пространство начинает объединяться. И снимем выделение. Ctrl-D. И наберем еще один текст. Уже синим. Детали. Вот так. Детали. Ну и пусть это у нас будет шрифт поменьше. И может быть курсив. Так. Не очень хороший курсив. Давайте попробуем еще какой-нибудь вот такой курсив. Тоже не совсем. Так. Давайте традиционный. Ладно. Пусть будет вот так. Детали. Возьмем в скобочки. Потому что про установку сертификата мы уже писали. Тут некоторые тонкости. А может быть так и написать некоторые тонкости. Нет. Все-таки лаконичность выигрывает. Пусть будет детали. Вот так. Все. Ну. Пожалуй на этом можно закончить. Вот. И теперь нам надо сохранить в нужном месте этот файл. Нажимаем файл. Сохранить как. Пусть это будет у нас заставка. 1. И формат не pdn, а jpeg. Сохранить. Сохранить. Все с качеством. Ок. Объединить все слои. Слои будут объединены. Вот видите. У нас ушли все слои. Объединились в один. Ну все. На этом наш короткий урок закончен. Желаю вам успеха. Всем пока. Подписывайтесь. Ждите новых уроков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok